В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Алсу Щепотева. Здравствуйте! Одной из ключевых задач подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 2020 года остается вакцинация жителей республики от гриппа и других инфекционных заболеваний. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан. Напомним, что на необходимой широкомасштабной вакцинации от гриппа указал президент России Владимир Путин на совещание с руководителями регионов. По словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина, поставки вакцины в Башкортостан начнутся в сентябре. Планируется, что прививки получат порядка 60% жителей республики. Кроме того, в июле в республике стартовала вакцинация от пневмококовой инфекции, вызывающей пневмонию. В планах до конца августа привить 50 тысяч человек из группы риска. Что касается текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Башкортостане, то по состоянию на 3 августа общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 6 851 человека. Всего выздоровели 5 201 человек. Глава Башкортостана обратил особое внимание на подготовку к началу учебного года. В частности, Миноборнауки Республики в ближайшие дни представят комплекс профилактических мер. Они позволят избежать появления очагов коронавируса в школах. Ради Хабиров также поручил Госкомтрансу Республике Башкортостан провести совещание с посовщиками транспортных услуг, чтобы с 1 сентября на всех маршрутах Башкортостана работало достаточное количество автобусов, а люди не толпились на остановках. На оперативном совещании глава Башкирии Ради Хабиров выразил мнение, что недоволен тем, что в Республике увеличилось количество нетрезвых водителей на дорогах. Он также добавил, что в суде, как правило, принимают жесткие решения по поводу наказания за это преступление. Он попросил продолжать эту практику, чтобы полный цикл решения этой проблемы работал – убержание, штраф и административное наказание. Руководитель Республики также предложил снимать пьяных водителей и показывать их по телевизору, так как это потенциальные убийцы. Также на совещании обсудили ход уборочной кампании. По состоянию на 3 августа средняя урожайность озимых зерновых культур в Республике составляет 28,2 центнера на гектар. Это на 28% превышает прошлогодние показатели. В 25 районах Башкортостана приступили к уборку яровых зерновых культур. Средняя урожайность здесь также превышает показатели прошлого года. Элеваторы готовы к приему зерна, а зимые зерновые уже убрали на 30% площадей – это порядка 100 тысяч гектаров. Председатель Госстроя Республики Башкортостан Марат Ахмадуллин рассказал о том, какие объекты возведут в Республике в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года составит 1,458,000,000 рублей. Значительная часть этих средств направляется на строительство автомобильных дорог, социальных объектов и расселение аварийного жилищного фонда. Часть жилых помещений для новоселов из аварийных домов планируется приобрести в строящихся домах. Их ввод намечен на 2021 год. Пчеловодство в Башкирии – древнейший вид промысла. Есть свидетельства, что мед наши предки собирали еще полторы тысячи лет назад. В настоящее время наша республика занимает лидирующие позиции среди регионов России по производству меда и количеству пчелосемей. Свой вклад в развитие башкирского пчеловодства вносят и янаульские пасечники. Одной из первых в нашем районе к медосбору приступила семья Абзаловых из деревни Юсуково. Флорис Абзалов – пчеловод со стажем. Науку разведения пчел начал осваивать еще в юности. Сейчас в хозяйстве более ста ульев. Уход за ними требует немало сил и времени. А медосбор – особенно жаркая пора. Ухите Delta и Урвы Кураза. Очень много лет в лету Кураза и в фильме 10 годов. В результате клевита дождается около 15 лет. Урвы Кураза – урвы Кураза – урвы Кураза. Уже 18 лет Флорису во всем помогает супруга Эльмира. Признается, пока пчелы зимуют в Амшаннике, еще можно немного расслабиться. А с апреля начинается активная работа. Помимо пчеловодства, хозяйка дома занимается и садоводством. Участок семьи Абзаловых привлекает внимание ярким многоцветием и дизайном. Выращивать растения Эльмире было интересно с детства. Со временем цветоводство стало любимым хобби. В течение всего лета перед домом благоухают розы, лилии, петуньи, различных сортов и всевозможных расцветок. А в огороде, помимо обычных для наших широт овощей, растут и более теплолюбивые растения – виноград, арбузы, дыни. В будущем Эльмира мечтает увеличить свою коллекцию экзотических фруктов и ягод. До лета у меня есть свободное время. В это время я сажаю цветы, семена дома высеваю, чтобы чем-то было заняться, кроме чел еще в свободное время. Выращиваю цветы, огород, все свое. Осенью также переезжаем в город. С детства у меня был интерес к саду. После того, как бабушка высадит огород, у нее оставались лишние семена. И как бы я у нее брала, просила эти семена и сеяла дополнительно еще сама. Мне был сам процесс интересен, как вот это вот все всходит, как это все растет. И осенью вот это все тоже я убирала вместе с бабушкой. И потом у меня появился интерес уже к цветам. Начала по интернету выписывать, у себя здесь закупать. У меня стало все это получаться и вот я вросла в этом. Самые любимые у меня петунии. Петунии выписываю. Здесь тоже так же покупаю. Сложно, конечно, их выращивать, но этого стоят они. Потому что все лето радует. Не только нас, соседи любуются. Заходят даже фотографироваться некоторые. Все попробовала посадить. И бананы сажали. Дома выращивала. У нас в этом году отопление отключилось. Мы пока были в городе, мы в неделю раз только приезжаем. И вот эти теплолюбивые растения у меня все умерли. Остатки только. Так было у меня. Фиников много было, бананы были. Младший сын помогает, гумер. Он так встанет утром, сначала покормит своего зайчика. И потом проливает все цветочки. Он знает, что надо поливать петунии и утром, и вечером. Тем временем сбор меда в самом разгаре. По словам пчеловодов, в этом году погода была более благоприятной, чем в прошлом. И позволила пчелам запастись медом. Супруги надеются получить хороший урожай. Гуляра Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. 3 августа во всем мире отметили Международный день арбуза. Тем, кто еще не пробовал в этом сезоне, самое время начинать. Многие считают арбуз ягодой, но на самом деле он относится к семейству тыквенных. Родом этот освежающий плод из Южной Африки. Но сейчас украшает летние пикники практически в каждой стране. Как выбрать полосатое чудо, далее в нашем эфире. Постукивание, пожалуй, один из самых распространенных способов выбрать спелый плод. Знатоки уверяют, спелый арбуз издает гулкий звук при похлапывании. А если арбуз чуть-чуть сжать сверху и снизу, и он слегка затрещит, значит спелый. Есть сторонники и другого метода. Выбирая арбуз, можно определить его пол. Мальчики больше и имеют удлиненную форму, а девочки меньше, круглее и, как правило, слаще. Так что же главное – цвет, размер или форма при выборе арбуза? Что по этому поводу думают и на улице? Вообще не знаю даже. Я раньше брал самый большой, и все. Самый большой всегда хороший. А я не умею выбирать. Чего дадут, то возьму. И как? Хороший дают? Разные попадаются. То сладкие, то не сладкие. Не знаю, на удачу так выбирать не умею. Похрустим это, потрогаем. Хрустит, не хрустит. Как-то звук должен издавать вроде. На вид смотрим, уж как. Красивее. Выбирай, берешь. Однако размер арбуза не всегда играет в пользу его вкусовых качеств. Профессионалы советуют остерегаться гигантов. Есть вероятность, что его искусственно подкормили. А маленький может оказаться недозрелым. Идеальный размер – средний вес от 5 до 8 килограммов. Еще один, на наш взгляд, самый простой способ выбрать арбуз – нужно доверить выбор продавцу. Арбуз должен быть большой, красивый, без изъян. И, конечно же, хвостик должен быть чуть-чуть суховатый. Или полностью сухой. В разрезе все арбузы красные, сочные. Арбузный сезон настал. Приятного аппетита! Купленный арбуз всегда загадка. Но только до тех пор, пока не пришло время разрезать его на кусочки. В этом доме с выбором арбуза не ошиблись. Мякоть сочная, да и косточек немного. Еще одно правило при поедании – арбуз должен быть охлажденным. Поэтому прежде, чем насладиться ярким и свежающим вкусом, обязательно помойте и подержите его в холодной воде около получаса. Хранить арбуз в холодильнике можно, но не больше суток. А лучше съесть его сразу. И пользы больше, и шансов отравиться нет. Новые констовары ранят, снарядная одежда и обувь. Многим семьям эти, казалось бы, обычные вещи не по карману. И здесь на помощь приходят неравнодушные люди. В Башкортостане проходит традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Десятый год подряд ее организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. Главная цель проекта – оказать помощь в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в добром деле может каждый желающий. С 1 июля Инаульский район присоединился к 10-й ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Суть данной акции заключается в сборе гуманитарной помощи в форме канцелярских товаров, тетрадей, красок, альбомов в новом виде, портфелей, школьной формы, учебников и так далее в хорошем состоянии, либо тоже в новом виде. Пункт приема данной гуманитарной помощи – это служба семьи в Инаульском районе по адресу Советская, 21, кабинет 115. Просим инаульцев проявить активность, потому что данная гуманитарная помощь будет направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 5-0-4-0-2. Ну, атака продолжается, чьи, Сэм? Ну, забивай! Что? Кошмар? Да, ты представляешь, мне приснилось, что у нас всего трое детей. Как трое? Вот так. Так. Сумя. Вика. Юля. Анна. Цвета. Оля. Андрей. Спи, спи, спи. Вот это я труханул, мать, вообще. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения – 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда. Где найти нам справедливость? Мы знаем, этот мир жесток. Разве кто-то может быть счастливым, когда ребенок нездоров? В небе ангел тихо плачет, он надеется на нас. Знает, люди могут жить иначе, чтоб боль ушла из детских глаз. Улыбкой детской, разгоняя тоску. Храни Господь, попавшим в беду. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Мы не должны об этом молчать. И для кого-то будет чудом, если ты поднимешь взгляд. На того, кому сейчас так худо, нету для добра преград. В равнодушном мире этом не цены для детских слез. Вместе повернуться к свету, не сжигать последний мост. Улыбкой детской, разгоняя тоску. Храни Господь, попавшим в беду. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Мы не должны об этом молчать. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Разгоняя печаль. Храни Господь, попавшим в беду. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Мы не должны об этом молчать. Мы не должны об этом молчать. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Улыбкой детской, прогоняя печаль. Продолжение следует...